С 1 марта 2022 года начала действовать новая редакция Трудового кодекса Российской Федерации. Поправки внесены в 10-й раздел. Основная цель изменений – совершенствование механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Асиат, давайте мы сейчас в целом определим новшество новой редакции Трудового кодекса, которая касается вашей службы. И, как я понимаю, первое новое право работодателя – это самоконтроль. Что это такое, что входит в это новое определение? Что же такое самоконтроль работодателя? Самоконтролем Роструд вводит процедуру добровольной оценки соответствия своей деятельности нормам трудового права всеми работодателями, любых форм собственности. То есть с этой целью разработаны и направлены на использование в работе методические рекомендации работодателя по добровольному внутреннему контролю, самоконтролю, соблюдению трудового законодательства, который включает создание в организацию службы внутреннего контроля, а также использование сервиса электронный инспектор для самопроверки. Ежегодный внутренний контроль, самоконтроль, соблюдение трудового законодательства проводится на основании локального нормативного акта работодателя. Следует отметить, что самоконтроль является добровольной процедурой. Его проведение либо непроведение не является основанием для проведения инспекции труда контрольно-надзорных мероприятий. Хочется также остановиться на одном из моментов, это сервис электронный инспектор, который является составной частью самоконтроля работодателя. Сервис электронный инспектор – это бесплатный онлайн-сервис для системы внутреннего контроля, позволяющий работодателю самостоятельно проводить соответствие деятельности отдельным требованиям трудового законодательства и при выявлении соответствия получить рекомендации по их устранению до проведения проверки с приложением правового обоснования и необходимых форм документов. Обращаем внимание, что проверки подлежат соблюдению трудовых прав каждого конкретного работника, а не организации в целом. Этот самоконтроль такой осуществляется через интернет по проверочным лицам по типовым трудовым ситуациям. То есть, зайдя через ресурс интернет на сервис электронный инспектор, работодатель может проверить типовые ситуации, прием на работу, увольнение, соблюдение норм охраны труда работниками в организации и сам пройти самопроверку, как если бы это проводил государственный инспектор при проведении контрольно-надзорных мероприятий. А в случае чего, увидеть, какие у него допущены нарушения и самостоятельно их исправить. Предотвратит даже возможный травматизм работников. А скажите тогда, зачем тогда нам инспекция труда, если все отдается, что называется, на откуп работодателю? То есть, сам себе режиссер, сам себе снимаю, монтирую, сам себя контролирую. Тогда, простите, что вы будете делать, чем вы будете заниматься? Трудовая инспекция контрольно-надзорные функции также исполняет просто это первая ступень для работодателя. От перехода наказаний от регулярной гильотины к профилактике правонарушений. Еще одно нововведение за неприменение средств индивидуальной защиты неоплачиваем простой. Кого это коснется? Хочется отметить, что безопасность на рабочих местах зависит не только от работодателей, но и от работников. То есть, соблюдают ли работники требования в области охраны труда. Эта соответствующая обязанность закреплена в части 2 статьи 21 Трудового кодекса Российской Федерации. С целью обеспечения выполнения работниками этой обязанности Трудовой кодекс дополняется корреспондирующим правом работодателя требовать от работников соблюдения требований охраны труда. Для этого, чтобы реализовать данное право на практике и иметь возможность привлекать работник к дисциплинарной ответственности, в случае, если они не соблюдают требования обязательных условий, а именно не применяют выданные им средства индивидуальной защиты, необходимо, по нашему мнению, прямо прописывать эту обязанность работника, чтобы он применял спецодежду, применял коллективную защиту, не нарушал требования норм охраны труда в трудовых договорах с работниками, либо в локально-нормативных актах, например, в правилах трудового распорядка. В соответствии с новыми требованиями статьи 76 Трудового кодекса, работодатель обязан будет отстранить от работы работника, не применяющего выданные ему в установленном порядке, средства индивидуальной защиты, применение которых является обязательными при выполнении работ с вредными или опасными условиями труда на рабочих местах, а также выполняемых в особых температурных условиях. Примером несоблюдения требований охраны труда является неприменение выданных работнику средств индивидуальной защиты, которые должны выдаваться ему в обязательном порядке. С 1 марта 2022 года действия являются основанием для отстранения работников без сохранения заработной платы. То есть, если работодатель пропишет внутренних локально-нормативных актов, что ему будут выданы такие-то положенные ему средства индивидуальной защиты, работник подпишет трудовой договор, ознакомится с правилами внутреннего трудового распорядка, и в случае, если работодатель со своей стороны все ему выдал, то, что ему положено согласно типовым нормам по каждой отрасли, профессии, должности, а работник не применил при работе выданную ему СИЗ, а работодатель будет иметь право отстранять без сохранения заработной платы работника и будет прав. В соответствии с ранее действующей статьей, место работы и средний заработок по месту работы сохранялся за работником только на время прохождения обязательных медосмотров. Какой пункт дополняет новая редакция? С 1 марта этого года данная статья также дополнена и распространяется еще и на время прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работника. Также внесены изменения касательно сферы труда женщин. Теперь законодатель следует международному тренду на гендерное равенство. С 1 января 2021 года действует новый перечень производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд женщин. Например, в новой редакции предусмотрено, что труд женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимую норму, ограничиваются, а в действующей редакции применять труд на соответствующих работах запрещено. Также сняты ограничения по работе женщин на воздушном и водном транспорте и в качестве водителей большегрузных автомобилей. Установлен безусловный запрет только на 9 видов работ. Среди них тушение пожаров, транспортировка, погрузка, разгрузка вручную ядохимикатов и другие. Появятся ли у работодателя дополнительные обязанности, чтобы регулировать вопросы, связанные с рабочими местами, в частности, отнесенными к четвертому опасному классу, в том числе касательно сохранению оплаты труда. Помимо обязанности обеспечивать проведение специальной оценки условий труда, у работодателя появится также прямая обязанность организовывать систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку. Данная статья закреплена в 214 статье Трудового кодекса, данная обязанность работодателя. Соответствующее требование не является новым. Указание на необходимость реализации таких мер мероприятий по управлению профессиональными рисками содержится и в типовом положении о системе управления охраной труда, которое было утверждено приказом Министерства труда от 19 августа 2016 года номер 438. Однако на практике по статистике рост труда большинство работодателей это требование не исполняет, что регулярно выявляются инспекциями в субъектах Российской Федерации. Вероятно, обновленные положения Трудового кодекса и прямо устанавливающие с одной стороны обязанности работодателя вести системную работу по управлению профессиональными рисками, а с другой стороны, более дающие детальное представление о том, что такое опасности и профессиональные риски и как они должны выявляться, должны помочь работодателям применять данную норму Трудового кодекса. Хочется также отметить, что при проведении контрольно-надзорных мероприятий, проведении расследования несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом в 2021 году инспекторами труда в Карачаево-Черкесской Республике также были выявлены нарушения требований норм трудового законодательства в части то, что реализация мероприятий по управлению профессиональными рисками работодателями не проводилась. Были вынесены предписания по устранению выявленных норм по данным работодателям, а также были возбуждены административные производства и работодатели были привлечены к штрафам. Асиат, мы как-то все больше делаем акцент на том, что свои права защищают работники, но ведь есть проблемы и у работодателей, которые, возможно, жалуются на своих работников, не выполняющих те или иные требования согласно заключенному контракту. Существует у нас еще телефон горячей линии, позвонив по которому, они получают ответы на интересующие вопросы в сфере трудового законодательства. Хочется отметить, что телефон горячей линии у нас работает круглосуточно, без перерыва, без выходных и праздничных дней 24 на 7. Интересующие вопросы всегда, работники всегда найдут ответы на интересующие вопросы в сфере трудового законодательства. В заключение нашего интервью мне бы хотелось спросить вас, те нововведения, которые вступили в силу в марте 2022 года, помогают ли они вам, сотрудникам инспекции труда, в вашей работе? Может быть, вам эти нововведения каким-то образом облегчили вашу работу, сделали ли ее более удобной? Скажу так, что если работодатели всех форм собственности организации субъектов Карачаева-Черкесия будут придерживаться тех норм правил, расписанных в Трудовом кодексе и других локально-нормативных подзаконных актов, будут равномерно проходить самоконтроль, обеспечивать работниками специальной одеждой, специальными средствами защиты. Проблем с Трудовой инспекцией у них быть не должно. Спасибо. Спасибо.